Здравствуйте, друзья! Сегодня очень интересная тема, на мой взгляд, поэтому будьте до конца. Много я вашего времени не займу, но донесу достаточно интересную, важную информацию. Поговорим мы сегодня о банковской тайне. Что же такое все-таки банковская тайна и какие сведения в нее входят? В ходе сотрудничества с банками человек передает им значительное количество личной информации. И речь идет не только о персональных данных, тут сведения о работе и уровне зарплаты. Банк в курсе состояния счетов клиента и знает об операциях, которые тот проводил. Если бы эти сведения были в свободном доступе, это могло бы стать причиной серьезных проблем у клиентов. Поэтому в законодательстве существует понятие банковской тайны. Некоторые сведения, которые клиент предоставляет банку, остаются секретными для третьих лиц. Что же такое, друзья, банковская тайна? Определение этому понятию в России дает федеральный закон 395-1 о банках и банковской деятельности. Согласно тексту закона, кредитная организация, платежная система, банк России или страховая организация, работающая с банковскими клиентами, обязаны хранить в тайне определенную информацию. Это сведения, касающиеся счетов человека, операций и вкладов, а также личная информация о клиенте банка. Третье лицо не может получить доступ к закрытым данным, если речь не идет об исключительной ситуации, которую подразумевает закон. Какие же сведения входят в банковскую тайну? Запоминайте, счета и вклады, их состояние и информация, связанная с ними, операции по счетам и картам клиента, личные сведения, которые человек предоставил банку. На кого распространяется банковская тайна? Практически любая финансовая организация, с помощью которой человек распоряжается деньгами, обязана сохранять в секрете сведения о его платежах и счетах. Это касается в том числе операционных систем, платежных, клиринговых центров и страховых компаний. Банковской тайной защищен любой клиент. Физлицо, индивидуальный предприниматель или юрлицо. Даже структуры, которые имеют право получить доступ к секретным сведениям по закону, не вправе разглашать их третьим лицам, кроме случаев, определенных законодательством. Исключение из правил о банковской тайне. Некоторые структуры вправе получать доступ к закрытой информации, но только в случаях, определенных законом. Узнать сведения о состоянии счетов человека, кроме него самого и его законного представителя, могут суды, федеральная таможенная служба, следственные и налоговые органы, пенсионный фонд России, счетная палата, фонд социального страхования, федеральная служба судебных приставов. Доступ к банковской тайне регламентируется законодательством. Перечисленные органы могут запросить данные в случаях, оговоренных с законом. Список государственных структур, которые могут иметь доступ к закрытым сведениям, может изменяться. Законодательство в этой области активно, друзья, расширяется. Что делать, если информацию незаконно разгласили? Ответственность за незаконное разглашение банковской тайны несет кредитная организация, которая допустила утечку. В зависимости от того, насколько тяжкие последствия повлекло за собой нарушение закона, меры могут, как вы понимаете, различаться. Сотрудник, из-за которого произошло разглашение, может понести ответственность перед банком и возместить ущерб причиненной организации. Сам банк обязан возместить ущерб клиенту, сведения о котором оказались разглашены. Если утечка произошла по причинам, не связанным с уголовными преступлениями, ответчик, физическое или юридическое лицо, обязан выплатить штраф. Такое разглашение тайной считается административным правонарушением. А вот за сбор секретных сведений с применением угроз или мошенничества, или за намеренное их распространение целью нанести ущерб, предусмотрена уже уголовная ответственность. Особенно строго карается ситуация, когда разглашение банковской тайны повлекло для себя тяжкие последствия для человека, сведения о котором разгласили. Что это значит для заемщика? Банковская тайна означает, что сведения о ваших кредитах и вкладах нельзя выдавать сторонним людям или организациям, кроме некоторых госструктур в определенных законном случаях. Если какая-либо компания, с которой вы сотрудничаете, выдает информацию о вашей задолженности родственникам или друзьям без вашего на то согласия, то эта компания, как вы понимаете, нарушает закон. И осталось еще немножко, но на мой взгляд, действительно важной информации. Друзья, я вам обязательно оставлю в описании этого ролика две ссылочки. Две ссылочки на форум. И сразу скажу, актуальность этого форума может показаться вам утраченной, так как ветка писалась в 2016 году. Но ссылки на законы там, в общем-то, совершенно корректные даются, а закон действует, пока его не отменят. Так вот, здесь ссылки, в том числе и на законы 2009 года, и в современном правовом поле это все эксплуатируется совершенно обоснованно. И вот смотрите, в чем интрига-то. Заголовок. Почему положение о банковской тайне неприменимо к информации о долге заемщика перед кредитором банком? Читаю. Посыл. В случае просрочки платежей и накопления долга при уклонении заемщика от контакта с банком, банк начинает розыск должника. Многим должникам не нравится, что их физическое положение становится достоянием общественности, коллег по работе, руководства, соседей, родственников и тому подобное. И как результат пишутся дневные отзывы, которые заканчиваются пуком в воздух. Ибо банковская тайна распространяется только на клиентов-вкладчиков банка, имеющих в банке счет. Кредитного счета, внимание, друзья, у клиента-заемщика в природе не существует, пишет некий гуру. Выражение «кредитная линия» значения не имеет, ни к чему не обязывает. На самом деле банк открывает свой внутренний судный счет, который принадлежит банку. Погашение кредита долго производится не на якобы кредитный счет клиента-заемщика, а на счет банка-кредитора. Посмотрите вот эту ветку, что человеку отвечают. Какие контраргументы слабые, либо достаточно весомые ему предлагаются. Но суть медленно, но верно заходит в дебри. И от основной темы все неминуемо удаляется. А знаете, ответ один и простой, как кувалда. Точнее у меня здесь две кувалды припасено. Давайте на простом человеческом языке. Здесь утверждается, что под защиту банковской тайны попадают лишь избранные. Ну так назовем люди, которые разместили свои собственные средства на счетах в банке. И они имеют право надеяться на то, что информация о их взаимоотношениях с кредитной организацией никуда дальше, их и самой организации не просочится. Окей. Ну то есть о заемщике, люди, которые оформляют кредит, это типа третьи сорты. На них это все никаким образом не влияет. Даже здесь, в общем-то, проходят ассоциации аналогии с такими простыми вещами, когда у человека, имеющего в банке кредит, есть в этом же банке и открытый дебетовый счет. И знаете, какая позиция здесь отстаивается, что все, что касается взаимоотношениями, именно дал-взял, как я люблю говорить, финансовыми отношениями, которые подразумевают возмездное оказание услуг кредитования для физических лиц, ни в коем случае не попадает под статус банковской тайны. И это вроде какая-то внутренняя бухгалтерия, как вы поняли, ну вникните, поймете еще глубже, разберетесь. Ну как примерно в каком-то коммерческом магазине, который некие какие-то транзакции проводит между своими клиентами и для себя ведет учет чего-либо там. Ну дебет, кредит там и все такое. И ничего там особенного нет, так как это просто голые цифры. И вот именно этими цифрами в процессе попыток возврата просроченной задолженности и оперируют наши доблестные попрошайки. Что ж, хорошо, давайте так. Первая кувалда, поехала. Все это может быть уместно и даже я с этим соглашусь, когда речь идет о кредитах для юр-лиц. А почему так? Все просто. Кредитная организация, банк по-простому, имеет право и в лицензии у нее прописано кредитовать юридических лиц. Далее, в той же лицензии Центробанка у кредитной организации прописано привлечение и размещение ценных бумаг. Зачем я это сказал? Все просто. Весь процесс кредитования умело замаскирован под привлечение и размещение ценных бумаг. В двух словах объясню. Кредитный договор, так во всяком случае, озаглавлен тот документ, который вы, друзья мои, подписываете. По-простому, долговое обязательство, долговая расписка, обязанность физического лица, обязанность человека, долговая обязанность. Признание в какой-то степени своей зависимости от какой-то системы. Согласны? В принципе, я как по-другому. Это раз. А теперь переводим на официальный язык. Документ, озаглавленный кредитный договор, внутри себя, в наполнении своем. Это простой банковский вексель. У нас есть плейлист, что делать. Если и там я подробно в течение часа все эти моменты вам, если хотите, по-простому обсасываю. Посмотрите этот ролик, будет интересно, я думаю, многим. Так вот. Простой банковский вексель, привлеченный, собственно, кредитным учреждением, кредитной организацией. Да, здесь все в рамках согласованных с Центробанком. Банк привлек ценную бумагу. Да, разместил ценную бумагу человек, физическое лицо. Эта бумага имеет стоимость, за которую банк заплатил. Чувствуете, да? Заплатил, кстати говоря, сильно меньше, чем реальная стоимость на рынке этой ценной бумаги. Если это все завернуть в пакеты, то есть весь пул долговых обязательств граждан России, то это очень серьезная, очень серьезная и очень дорогая позиция, которая уходит... Оставлю спойлер. Посмотрите тот ролик, о котором я говорю в плейлисте «Что делать, если...». Это первая кувалда. Ну и, знаете, подшлифуем. Все это слышали и понимают, лицензии Центробанка ни слова не сказано о кредитовании физических лиц. О кредитовании, как я уже говорил, юридических лиц прописано четко и конкретно, что на это право у банка есть. Вот такая ситуация первая. И второе, уже по-простому. Не нужно даже быть семь пядей во лбу и иметь 28 юридических образований, чтобы понять, что вот эти все аргументы, касающиеся даже при условном нашем с вами соглашении, ну, допустим, мы согласились, да, окей, в заемщики, люди, которые обратились в банк за кредитом, это третий сорт. И банковская тайна на них не распространяется. То есть информация, которая содержится у банка на них, вот на их расчетные, точнее, эти якобы судные счета, это изобретение банка, это внутренняя бухгалтерия, внутренние инструменты, которые не попадают под действия федерального закона о банках и банковской деятельности. Окей, но никто же не отменял 152-й федеральный закон и тот же закон о банках и банковской деятельности, который очень щепетильно относится к другой информации, которая доверяется банку, а именно фамилия, имя, отчество человека, дата рождения этого человека. А, я уже молчу о контактных лицах и номерах телефонов, которые человек оставляет при формировании отношений с кредитным учреждением. И, понимаете, как таковое обладание какими-то цифрами без применения четкой конкретной информации, обозначающей клиента банка, никакой силы не имеет. Она бессмысленна. То есть, звонить держателю счета 455-28-34-38 и говорить ему, «Здравствуйте, вы держатель счета такое-то, такое-то, у вас недостача, вы должны, это наша внутренняя информация, которая не охраняется законом о банковской тайне, давайте мы с вами поговорим». И в этой связи тупик. Кто такой держатель счета? Такого-то. Даже пускай информация корректная у звонилки. Он вынужден обозначить громко по телефону неизвестному лицу, потому что идентифицировать по телефону человека невозможно, уже конфиденциальную информацию, фамилию, имя и отчество, должника, заемщика, как угодно. Это уже вопрос десятый. Что вы на это скажете? Друзья, и вам я задаю этот же вопрос. Еще раз напомню, оставляю ссылку, одну и вторую, в описании этого ролика. Погружайтесь, вникайте, включайте мозги. Я знаю, многие уже давно это сделали. И многим интересно разбираться, смотреть, соглашаться, либо наоборот спорить. Не верьте ни одному моему слову, все проверяйте. Я в свою очередь обещаю вам, что ни одного голословного заявления я здесь не делал и делать не собираюсь. Но в то же время не претендую на истину в последней инстанции. Пожалуйста, учитесь формировать свое мнение. И пускай это мнение, я очень хочу, будет сформировано на основе моих слов. С вами сегодня был Дмитрий Кузнецов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну и нажимайте на колокольчик. До свидания, очень скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok